Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. С вами я, Идач Шастидко. И сегодня у меня очередная распаковочка очередного монитора в данном случае. Да-да-да-да-да. Как вы знаете, я переехал. Это мой новый кабинет. Вот таким вот образом. Он только-только начал на Рождество. Вот сегодня Рождество заселяться. Там, видите, дырка в стене. Это еще туда надо вытащить рекуператор. Сейчас пока еще времени не получилось, скажем так, поставить как есть. Кстати, я смотрю, там вокруг него уже грязь собирается. Точно надо ставить рекуператор. Вот так вот оно не видно. Вот сейчас пятно с освещением хорошо видно. Чтобы вы понимали, это такая вот у меня комната, которая сделана из двух комнат в подвале, в старом доме. Кто не знает, я переехал, купил себе дом трехэтажный. Ну, блин, два с половиной этажа. То есть это такое полуподвальное помещение. Одно окно полностью заложили. От второго оставили. Вот только вентиляционное отверстие, где должен стоять рекуператор. Здесь у меня будет зона игровая для видео и прочее. Здесь будет стоять телевизор и Xbox. Вот вы видите, на самом деле, и виновника торжества. Это монитор. Это не телевизор, да, чтобы вы понимали. Таким вот образом. Ну и все это находится на самом деле, чтобы вы понимали, в подвале дома, который, давайте выглянем, который еще надо работать, работать и работать. Вот так вот он выглядит. Здесь была профессиональная кухня, поскольку дом представлял из себя отель, мини-отель и ресторан. Вот это вот профессиональная кухня. Я здесь все снесу. И у меня здесь будет такая, знаете, мужская комната, большой телевизор, плазма или какой-нибудь там, знаете, проектор на всю стену. Диваны низкие, пивной бар. И так он уже есть, как вы видите, он все как надо, да, то есть это такое дело. Ну, а поскольку я приезжаю, я решил себе оформить новое, так сказать, рабочее место. Мои мониторы текущие, вот вы видите, один справа, один слева, и один еще не прикрученный будет ниже под него. А в центре должна быть основная гордость композиции. Правильно. Вот тот самый филипсовский монитор. Филипсовский монитор Momentum. Куча и куча, и куча, и куча всяких особенностей, возможностей и прочего. Вот его коробка. Можете полюбоваться на коробку. Ширина стола метр восемьдесят, или метр девяносто. Вся комната около трех метров. И вот такой вот монитор, да, то есть как бы я уже боюсь, что я даже просчитался в своих расчетах. Ну, я как бы брал официальную информацию о том, каких он размеров, что он должен делать и так далее. Так, а где я уже заносил ножик? Слушайте, не могу найти ножик, который я где-то здесь поставил. Ага, вон он. Для того, чтобы тут распечатывать пакетики, обновляю не только монитор, но и обновляю кабельное хозяйство. Я использую вот такие вот сетевые кабеля, которые идут под маркой Vention или Vention. Фиг его знает. В Словакии продается. И это все покупалось на Альзе. Видите, даже позолоченные штуки. И, соответственно, даже такие вот защитные чехлы. Все это он протянул с предыдущего этажа сюда вниз. Соответствующие разбодку кабелей и прочего. Ну и вот сейчас посмотрим на этот монитор. Слушайте, монитор реально огромный, просто огромный. То есть, фактически, это телевизор без телевизора. Дали VGA-шный, не знаю, видите ли, не видите, VGA-шный кабель. О, дали... А зачем? HDMI to USB Type-C. Непонятно. Разберемся. Здесь у нас тест о калибровке. Мол, результаты теста. Пультик ДУ. А вы как думали? Просто так? Целый пульт ДУ есть. Ну и, конечно же, что там еще? Инструкция. Батареечки. Отдельное спасибо. Будем складывать сюда. О, и тут у нас еще набор кабелей. О, есть USB Type-C кабель, поскольку монитор поддерживает Type-C подключение. Есть стандартное питание, понятно. И есть еще один дисплей-порт. Вот это очень хорошо, поскольку товарищи не поглобились на то, чтобы... Где тут фронт? Ага, вот монитор. На то, чтобы положить все, что нужно. А теперь главная задача выпрести монитор оттуда, ничего не разбить, ничего не поломать. И чтобы все у нас было хорошо. Давайте попробуем как-то его положить на стол, а потом потихонечку доставать. Или положить на пол, и там потихонечку доставать на стол. Я думаю, что давайте-ка положим его на пол. И попытаемся... Ага, так, не развернется. Попытаемся все это дело вытянуть отсюда. Из коробочки я имею в виду. Опа. Из коробочки, и потом поставить его как надо. Будете смотреть, как я вытаскиваю? Думаю, захотите, да? О, так, едешь? Да что вы не захотите? О, 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 пошел, пошел. Ага. Все не так плохо, как казалось. Ну, в смысле, он не таких огромных размеров, как казался. Убодковочка приличная, как вы видите. Ножечки. Вот с ножечками я не подумал, конечно. Как-то оно так. И теперь эти 43 дюйма пойдут вот так вот. О! Фух! Знаете, мой первый плоский, как его называют, телевизор, был когда-то лет 15 назад. Да, 15 лет, может быть, даже больше. Был тоже 42 дюйма. Не прожил 15 лет, как у меня теперь монитор. 43 дюйма со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кстати, почему я взял 43 дюйма? Он уже перестарался, да? Вам тоже кажется, что я перестарался или не очень? Ну, просто я посмотрел по ценам. Одну цену, вторую. Я, на самом деле, собирался купить что-то типа 32 дюйма. Провалится туда и будет плохо. Ага, точно проваливается. Так. Здесь вроде окей. Надо туда накрутить каких-нибудь блокираторов, чтобы... Смотрите, как я с высотой здесь угадал. О! Отлично! Вот такое вот рабочее место. В общем, старый уже стал. И... на 28 дюймов в 3... в 4К даже с хорошим процентным разрешением видно плохо. А если делать совсем уже большое процентное разрешение, знаете, с кейл, да, то тогда уже начинаются проблемы с интерфейсом Windows. Во! О! Смотрите, как! какое у меня теперь офигительское рабочее место. Вот как-то так. Осталось только подключить его. Ниже еще второй монитор будет. Осталось только подключить его и посмотреть, как все это будет. Я уже никак не могу попасть на стрижку, поэтому... Смотрите. Не, ну... это 28... То есть я смотрел на самом деле типа 32, 33, 35. Оказывается, что толковый монитор выше 32 дюймов купить достаточно проблематично, поскольку в основном такие вот форматы 33, 35 и так далее, они все идут под... Как это по-русски? Под широкоформатные, знаете, которые вытянутые и не дают 4К и даже 5К не дают у них по ширине разрешения 1440. Этот же был такой... По той же цене, правда, со скидками, да? С 600 евриков, но при этом 43 дюйма. Я посмотрел, почитал. Есть жалобы, что они там где-то ломаются через 2 года поменяю. Гарантия у него 3 года. Разберемся. Но, в принципе, как говорится, войну. Теперь давайте посмотрим, что у него на борту. А на борту у него обещали... А, да, характеристики. У него есть характеристики, интересных характеристик, действительно. То, что у него 750 нит яркость. Представляете, 750 нит. Так, а мы увидим там вообще какие-либо порты или придется делать в наклон. Не хотелось бы. Так, надо было сразу, когда он лежит. Так, у нас тут из портов, не знаю, не видно, да? У нас тут из портов HDMI, HD, HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, VGA, и все. Подождите, а ну давайте еще раз заглянем. Как-то слишком мало. Что вы там видите? Ага. Нет, смотрите, тут HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB Type-C, и два этих, и два звуковых. Все? Больше портов не наблюдается, больше портов не наблюдается. Динамики встроенные, все остальное встроено, штука управления, я так понимаю, внизу по панели ничего нет, но все. Интересно, а зачем ему пультик ДУ? Вот зачем ему пульт ДУ? Я думал, у него есть какой-нибудь VGA интерфейс, сетевой интерфейс, к которому можно подключиться и обеспечить работу, но нет, оказывается, нет. Ну что, тогда переходим ко второй части. Возьмем сейчас VGA кабель и подключим его к VGA. А, чтобы подключить его, нам нужна еще розеточка. Я вот тут вот тоже, знаете, при переезде занимаюсь вопросами электричества, поскольку у меня постоянно не хватает электричества, а я имею ввиду розеток и так далее, нашел интересную штуку, которая называется Power Cube. Original. А в Словакии она продается, почему она стоила? Там какие-то копейки, то есть, не по цене обычной переноски, да, то есть, правда, без кабель. То есть, это вот такая вот штука, которую можно одевать друг на друга, друг на друга, друг на друга, выдерживает стандарты 16 ампер, то есть, это европейский стандарт на розетку, практически 3,2 киловатта, так что можно смело подключать практически любые устройства. И сейчас я его себе туда, как вы видели, у меня там на стене достаточно много розеток всяких, я, слушайте, он так качается, вон там за монитором где-то розетка, чего ты пересвечиваешь, ладно, не видно за монитором розетки, я сейчас подвину, сюда чуть-чуть, чтобы не поехал, видно, о, давайте посмотрим, кстати, розетки выбрал, выбрал толковые, смотрите, есть, первая стоит ровно вертикально, вторая повернутая на 45 градусов, вот так вот, или на 30 градусов, вот таким вот образом, опять же, если 2, 2 просто переноски включать, то кабеля, то они друг другу не будут мешать, поскольку вот такие вот, да, сейчас все делают, один над другой не становятся, а вот в таком варианте один и второй станут, но я уже сюда поставил Power Cube и теперь могу подключить до 3 киловатт, у меня тут еще стоит, слушай, а я же его могу подцепить на весу, только единственное, у меня таких креплений нет весовских, ну на руку, купить руку, еще одну руку и поставить его на весу, чтобы не было стрёмно, что упадет, это хорошая мысль, у него веса 200, по-моему, даже не 100, а 200, ну будем, будем думать, можно его вообще к стене прикрутить рукой, так, питалово, пошло, следующее, HDMI, USB Type-C, кстати, тоже пригодится, вот я хочу попробовать, тот дисплейпорт подключен, а вот HDMI подключим на родной HDMI, а третий кабель, что у нас? Ага, а, это VGA, в микро, не знаю, зачем, но будем смотреть, итак, подключаемся, VGA, VGA, теперь у меня будет примерно вот такая хрень, да, так, он просто огромный, как-то не думал я, что он будет именно такой большой, а, слушайте, чего два VGA, то HDMI, нормально, в принципе, оба, два HDMI, это всегда хорошо, это всегда нужно, разворачиваемся, это убираем, это убираем, это теперь аккуратно переворачиваем, блин, точно надо на весу повесить, и пусть себе висит, есть, да, что прикрепить, я тут одну полочку уже сделал, в принципе, можно за нее, можно просто сверху еще руку добавить, я сейчас сразу все в этот PowerCube устройство, которое я планировал, подключу, подключу, так, а, сюда еще Xbox хотел подключить, ну, и что, и что нафиг, и как нафиг, о, продавил, ладно, Xbox как-то потом, кубик подключен, подключен, это что загудело так, что так, а, это второй девайс загудел, HDMI подключили, ставил, как надо, провода потом тоже соберу, куда надо, как надо, о, вот так вот, и, где у тебя включение, о, включился, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, ой-ёй-ёй-ёй, вы посмотрите на эту прелесть, Семен Семеныч, естественно, да, слушайте, это же просто какая-то песня, это же просто какая-то песня, а это точно разрешение, так что-то, мне кажется, что это разрешение не, а, а, ну-ка, дисплей сеттингс, или это у меня просто из-за их размеров, да нет, второй, да, слушайте, ага, это просто ещё и, вот в чём дело, ой, так хорошо, слушайте, а если я поставлю, 150, о, я и такое могу читать, не, 150 уже маловато, слушайте, а сколько дефолтный, у того 175 стоит, у этого 150, давайте тоже поставим 170, хм, нет, давайте 150, просто офигеть, просто офигеть, и, он поддерживает, HDR, о, HDR мод, вообще, шарман, так, теперь надо выстраивать, вы, выцвечивать, я не просил передвигать, для этого нет, а для этого да, Extend this display, make it my, не надо, слушайте, ну круто, осталось только играться, настроечками, и понять вообще, будет ли мне удобно, с таким монитором, работать, не, ну будет, да, да, давайте студию запустим, ой-ой-ой, она такая маленькая, открывается там, слушайте, ну просто, песня какая-то, надо сверху выключить свет, чтобы он не бликовал, во второй части комнаты, о, шикардос, шикардос, играемся с цветами, настраиваем, делаем это, его бы чуть-чуть наклонить вперед, он не качает, а, качается, смотри, вау, слушайте, он еще регулируется по углу, вот это вот, вещь, вот это вот, сила, отличный вариант, отличная опция, осталось играться цветами, как с тобой играться цветами, непонятно, но я знаю, кто оценит цвета этого девайса, цвета этого девайса, очень даже хорошо оценит, иксбокс, но тот, который не код мой, а тот, который, слушайте, я теперь могу, и телевизор не брать, с собой, я здесь могу играть, на иксбоксе, а ну-ка, сейчас, зачекайте, сейчас мы сделаем, следующий шаг, да-да-да, блин, капец, как круто, слушайте, этот экран вообще, ну, я имею ввиду, второй, вы не видите, этот экран вообще не смотрится, после такого монитора, то есть, тут сиди и работай, сиди и кайфуй, кайф, цвета, цвета будем балансировать, ну, я уверен, что их выставить-то можно, а где они выставляются, блин, опять потерял кнопку управления, как, ага, смарт-имидж, смарт-имидж, офф, а как он сделать, надо читать инструкцию, надо читать инструкцию, смотрите, тут FPS, рейтинги и прочее, сейчас ознакомимся с инструкцией, может, с другой стороны, тоже какие-то настройки есть, а нет, ничего такого нет, в любом случае, подключаем сейчас по очереди, иксбокс, подключаем сейчас еще туда, а, я понял, зачем мне пульт, елки-палки, вот в чем дело, так вот, зачем нужен пульт, вот в чем прикол, то есть, я-то думал, что этот пульт, даст мне возможность использовать эту штуку, как смарт-тв, у него будет там какое-нибудь домашнее меню, подключение к вай-фаю, и прочее, но нет, нет, просто пульт, а на нем, на пульте, обратите внимание, яркость, громкость, и прочие, прочие, прочие вещи, поэтому сейчас, отгрызайся, отгрызайся, слушайте, ну это вообще работа в новом измерении, вот, вот реально, то есть, такой монитор, блин, а с чего я начинал, как вспомню свои первые, УКНЦ, ДВК, искры, и так далее, 10-дюймовые мониторчики, с непонятным сигнальчиком, и прочим, и что теперь у нас есть, о, работает? Пульт не работает, а как пульт запустить? Может, что-то нажать надо? Нет, батарейки правильно-то поставил, правильно, Филипп, Филипп, может, батарейки дохлые? А, о, о, надо поближе подносить, смотрите, input, HDMI, HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort, USB Type-C, отлично, картинка, HDR, normal, веса, и что я сделал? Не, как-то оно, мутненько, веса, ультра, 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 hda, слушайте, тут можно играться и играться, я понял, да, давайте вернем в normal, это был, normal, это был, так, picture, смарт-респонс, of, контраст, brightness, а я что, не могу поменять, ни контраст, не Brightness. PEEP. PBB Mode. Input Size. Smart Size. Audio. Language. Словенчина есть? Не. Честная есть? Тогда и английский будет нормально. Smart Size. Audio. ODS. Рамка нормальная. Transparency. Setup. Resolution Notification. Вот так это работает. USB. USB. USB 2.0. Хочу USB 3.0. USB Stand-off Mode. Low Input. Lach. CES. По-моему он нужен. Reset Information. Модель. Вот можете полюбоваться на модель. 60 Гц. HDR Mode. Ага. То есть получается, что когда у меня включен HDR. А что там у нас еще с аудио? Аудио у нас непонятно. Получается, что когда включен HDR, у нас нельзя настроить вещи. Вот только... А, слушайте. Ой, забыл. Он же еще в темноте включает подсветку, которую можно включить. Ага. Наверное, в режиме HDR не работает, что ли. Brightness. А, вот вижу. Есть подсветка. Надо выключить свет. И будет нам счастье. User Define. Auto Mode. Ух ты что! Смотрите. Смотрите. Я выключаю свет везде. Нет. Вот это такой какой-то Auto Mode. Непонятный. Auto Mode. А зачем мне, чтобы оно так переливалось? Не очень прикольно. А так, под цвет картинки вполне нормально. А что-то может User Define сделать. О, смотрите. Можно Ажур. Включить Ажур. Видите подсветочку, да? Вот она. Она не мигает там. Это частота у нее. Работает так. Но, в принципе. Green. Aquamarine. Это, чтобы ты такой спокойный сидел за монитором. И тебе было хорошо, легко и приятно. Вот. Но, значит, надо разбираться с картинкой. Давайте включим эту штуку. Пусть подсвечивает порты. Пусть подсвечивает порты. Понятно. С картинкой. А вот, что такое Smart Response? Непонятно. И Pixel Arbiting. Непонятно. Подсветка не мигает. Она мигает только там, внизу. Так. Осталось только разобраться HDR. Да? То есть, как бы, если мы выключим HDR... Ой, как ужасно. Ага. А теперь... Наша задача... Low Blue Off Picture. И погнали настраивать все эти гаммы, шаммы. По-моему, лучше вернуть HDR. И сразу все становится хорошо. А там уже дальше играться с настройками NVIDIA. Да. А дальше играться с настройками NVIDIA. Ну, блин, монитор, конечно, класс. Теперь следующий тест. Сейчас мы его подключим. Давно хотел к USB Type-C посмотреть, что это будет. И будет ли вообще он работать с USB Type-C. Мой компьютер, я имею в виду, не монитор. Ну, что вам сказать? Абсолютно нормально. Без всяких проблем. При подключении к USB Type-C он нашелся. Винда сейчас загрузится. И... Все? Что, все? Больше ничего не надо делать? Готов уже к работе? Как же так? Как же... Как же все просто-то, а? И что, и HDMI включился? Ой, HDR включился автоматически. Давайте посмотрим. Давайте залогинимся. Вы же не видите? Так, а... Не видно там мои руки было. Странно. А что не набрался пароль? Стоп. А что, клавиатура не работает? А-а-а-а, я понял. У меня тут где-то включен NumLook. О, выключен NumLook. И теперь попробуем набрать. О! Отлично! Можете сравнить две картинки. Надо будет тот монитор немного ниже опустить. А это у нас получается... А, нет, это два. Два монитора. Смотрите. Дисплей, сеттинги. Давайте посмотрим. Один из которых... Угу. Кто у нас? Identify. А ну давайте Identify. Кто у нас? Кто? Так, первый, второй. Все правильно. Первый монитор. HDR. Давай включим HDR. А, он... А, включить HDR. Типа, он сам включился уже. Без моего ведомых. Ночной свет. Нет. Scale. Scale нам такой не нужен. Scale давайте в Windows. Тоже. О! Хороший Scale. Я там 175 или 150 включал. Или вот так вот. По-моему, вот так очень даже хорошо. Advanced Display. Рейтинг и так далее. Remove Display from Desktop. Не знаю, о чем это они. В общем, возвращаемся в дисплей. Так а где же HDR? Он включился у нас или нет? useHDR not supported. Ага, не, стоп. Philips. Video HDR streaming not supported. HDR not supported. Скорее всего, потому что мы используем USB Type-C. Может быть. Но и так. Картинка очень даже неплохая. В любом случае, нашелся, подключился, заработал. Вон, девайс, как вы видите, стоит сразу за монитором. Вон, он там. Помните, это тот самый S500 Plus. Morefine. Который я использую как второй сервер. Я на нем, в основном, делаю конвертацию в видео и прочее, прочее, прочее. Ну, вот. Вот где-то так. Хотя, думал, что если, если обратили внимание, у меня на первом девайсе, на первом девайсе, включен, есть три порта. Есть HDR, HDMI, второй DisplayPort и третий DVI. Я вот не могу найти свой кабель DVI-ный. В случае, если я найду свой DVI-ный кабель, я смогу сделать себе три монитора, которые работают вместе с одного устройства. То есть, один из мониторов, у меня есть DVI-вход. Тот, который сейчас не подключен. И тогда у меня будет три. А четвертый будет как раз вот для того устройства, которое вы сейчас видите. Просто красота. Просто суперовый монитор. Я очень доволен. Но, теперь остался главный шаг вперед. Это Xbox. Сейчас мы подключим Xbox и будем смотреть дальше. Итак, заключительная часть марлезонского балета. Xbox. Давайте посмотрим, что он может и как он работает. Вот он, наши TV Audio Input. А, окей. HDR поддерживается. HDR поддерживается. А, Dolby Vision не поддерживается. Ну, печалька. 4К. Device Control. Send Volume Command. Switch TV using the controller. Не надо. Night Mode не надо. Так. Calibrate. Next. 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 For TV. А, опять же, да, получается, что я пока у меня работает HDR. А, нет, смотрите. А здесь я почему-то могу регулировать яркость. Прикольно. То есть, тут подстроить получится. О. То есть, поиграться в этом можно будет. Давайте Next. Next. А как же, я что-то не понял. А почему нельзя было менять picture, когда я был в этом? Контраст. Стоп. А чем? Ага. Вот этим плюсиком. Нет, а Brightness меняется. Стоп. Назад. Я что-то не понял принципа работы меню. Picture. Contrast. Хочу менять. Плюс-минус. Это Volume. Picture. Вот. Контраст. Плюс-минус. Но у меня нет. А, это вверх-вниз они имели в виду. Они имели в виду вверх-вниз. В общем, играться мне и играться. Я понял. Типа откалибровали. Calibrate for HDR games. Calibration. Ага. И опять же, да, то есть, типа. Начинаем настраивать. Пока мы не будем видеть, как правильно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, ну и тут Calibrated, Uncalibrated. По-моему, они практически одинаковы. То есть, надо еще поработать с калибровкой картинки. Но, в любом случае, сейчас мы... Видео-модс. Так, ала-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Dolby Vision не поддерживается. Dolby Vision. Разрешить refresh rate не надо. Все. Погоним чертиков. Слушайте, я все-таки с яркостью... Как-то слишком... Вот у этого монитора, все-таки, сколько его не хвали и... Не понял? Как это Not Connected? Точно Not Connected? Хм, интересно. Я же вроде подключил питаловую... Ой, питаловую... Сеточку. Или не подключил? Сеточку к... Иксбоксику. О, вот я тебя подключил. И шо? Шо, кабель битый? Или неправильный? Или неподдерживаемый? Ну, как-то да. Вот что-то не так пошло в этом отношении. А не видит он его? И что это может быть? Работал только что на обычном кабеле. Без всяких на то проблем. Ну, вот сейчас возьмем мы от него обычный кабель. И попробуем переключиться. Может быть, для таких продвинутых кабелей Иксбокс не создавался? Сейчас проверим. Отключим. И подключим. SFTP, позолота, экранирование, сигнал и все остальное. Это не проектбокс. Так, и как до тебя теперь добраться? Ох, бишь? Эти дела. Так. Подключаем обычный кабель. Находим место, где подставить. Смотрим. Все равно нет. Слушайте. А что происходит? Я не вижу. Может, стоит еще раз перезагрузиться? Нет, что-то с портовой, с боксом. Слушайте. Какая печалька. Разве такое может быть? Рестарт-консоль. Вот это вот облом. Сдохшая консоль. Ладно, мы еще вернемся. У меня еще место на камере заканчивается. Итак, не знаю, что это было, но после физического передергивания системы, да, то есть, как бы, я ее выключил полностью из питания и включил назад. И вот теперь она работает. Да, то есть, типа, Xbox теперь показывает картинку. HDMI мы вроде настроили. И можно немножечко оторваться на танчиках. Посмотрите, видно, я выключил свет. И сейчас... Ого! Как-то ты слишком громко еще заблокируют. А можно вообще mute включить этого звука? А то мне что-то оно не нравится. Так. Давай, давай, давай. Слушайте, а тут mute... Вообще нету, да? Так, поехали дальше. Ну, в игре картиночка очень тоже насыщенная, я вам скажу. Переключается. Европа. Все хорошо. Наверное, бывает такое у Xbox. Хотя первый раз вижу. О, смотрите. Этого я уже прошел. Арнольдушки. И картиночка очень даже хорошо. Подсветочка приятненько для... Кстати, действительно, оно как-то так вот, знаете, типа, оттеняет и делает ее более... Монитор более прикольным, что ли. Особенно в полной темноте. Давайте проедемся на ком-нибудь... на каком-нибудь таком быстреньком, шустреньком и смертельненьком. Ну, давайте на этом. Раз уж все равно запустили. Слушайте, но впечатление такое, будто я играю, блин, на нормальном телевизоре. Хотя, по большому счету, это и есть нормальный телевизор, да? То есть, если уж на то пошло, то в результате получается, что такой вот мониторчик, да? То есть, это... Ну, то есть... Для тех, кому за 50... Картинка отличная, большая. Говорили в этих самых, что линии, которые должны быть прямыми, выглядят рваными и тому подобное. Я вот, честно говоря, не вижу этих рваных линий сейчас, одноклонные линии, которые идут уступом. Ну, может быть, у меня просто и зрение подсело-то, да? Но, как бы, я вижу... Как это? Прямой эффект от удовольствия работы и от удовольствия игры в этом девайсике. То есть, в рабочий полдень, в перерыв, я запросто всегда смогу переключиться с компьютера, да, на Xbox, включить себе Xbox, погонять чертиков, выключить Xbox, включить Xbox, погонять чертиков, выключить Xbox, да, то есть, как бы, вполне и вполне адекватно. HDR, кстати, здесь хорошо, то есть, как бы, играл и на обычных мониторах World of Tanks, да, и сейчас, то разница чувствуется, и разница... Ну, что там, есть кто-то, кто будет подставляться? никого нет. Поэтому покупку, скажем так, можно... А, мы же тут вряд ли кто-то и поедет в этой игре. О, нет, смотрите, приехал. Спасибо тебе, друг. А, 773. А, я ему что, гусеницу разбил? э-э-э-э, ты, погоди, куда ты уехал-то, Чего ж ты уехал-то? Мы тебя все любим. Вот, ты ж... Я про самоходку. В самоходку вон и стреляют теперь. Самоходка нам создала полевое обла... А, вот он. Кстати, самое интересное, что в HDR вы выигрываете по сравнению с людьми, у которых обычный экран. По одной простой причине. Потому что HDR позволяет очень хорошо оттенять затенированные участки. Ага, вот теперь меня и попалили. И, скорее всего, он оттуда. и все. И все умерли. Да, так о чем я говорил. HDR позволяет оттенять хорошо участки, поэтому, если у вас девайсы с HDR, вы будете лучше играть в танки. Из-за именно включенный HDR нормально в этом самом в Xbox. Ай-яй-яй, уехал, не успел. О-о-о-о! Там какая-то вражина замаскировалась. Это была вражина? Не, это была не вражина, но в любом случае меня немного подкоцали. Так что, о, вот кто. Вот он. Вот ты где. А как же мы тебя не заметили? Ну, теперь мы тебя видим, и теперь тебе придется умереть. Или мне. Ах ты ж, так хорошо разогнался. Ах, там еще кто-то в меня стреляет. Так, и последний выстрел. Кто кого? Кто кого? Мы его. Вот. Поэтому подобный монитор имеет право на жизнь. На активную, я бы даже сказал, жизнь. для того, чтобы вы могли ощутить все прелести и игровых возможностей тех или иных игр, да, то есть и прелести работы соответствующим. Ух, хорошо пошло. Давай, 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 куда, куда. Вот так вот. как там мы лидируем и звук есть. Слушайте, можно играть даже без наушников. Обычно я подключаю наушники. Тут где-то враг. Вот он, видите, его хорошо видно в затененной территории. Он еще один враг. Вот его мы точно сейчас займемся им. Я не попал в этот раз. Но придется поехать пострелять. Ага, о, смотрите, товарищ решил покончить жизнь самоубийством. Где ты? Выезжай, 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 выезжай. Не, не хочешь? Вот, другой выехал. Ох, как он нырнул. Интересно вам прикольно смотреть вот эту мигающую штуку. или не очень. А, у меня можно подсуетиться, добавить цветов. У-у-у-у. Вы представляете, не успел. А там еще один, второй враг. У меня не очень-то подбивает. Тиран где-то вот тут вот бегает. Там одного подбили, им займутся, а второй где-то здесь, сбежавший танк. Где ты, друг мой? Он явно сюда бежал, я помню. Ага, вот он. Вот оно как. Так еще и добить могут, пока им займутся другие. У кого больше жизни, больше снарядов, то видите, уже все снаряды отстрелял. И где ты? Вот так вот. Четверо, 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 четверо это хорошо. Четверо подбитых танков это супер. Картинка супер. Чего еще желать. А, я еще и на первом месте, как вы видите. Чего еще и желать в таких условиях. Ну, в общем, я одобрялся. Одобрялся два порта. DisplayPort, MIDI DisplayPort, USB Type-C порт. Все, что нужно, да. Осталось только найти, еще раз говорю, кабель себе и сделать тройной вариант работы. Так, пять убитых. Чего заработали? Немножко, но заработали. В общем, день начался хорошо, с убийств школьников. На этой хорошей ноте буду прощаться. Такая вот у меня получилась теперь рабочая берлога. Мы эту рабочую берлогу, конечно, будем еще развивать, раздвигать, улучшать. Центральный монитор огромных размеров. Два монитора по бокам. Вот тот, кстати, будет основной, чтобы вы понимали. Вдруг мне захочется посреди рабочего дня поиграть, но при этом же надо смотреть, что мне люди пишут. Поэтому тот будет или даже, если получится подключить, то есть это будет первый монитор, это будет второй монитор, а потом вот это будет третий монитор. Вот так и будем настраивать. Ну, а вы, я думаю, получили представление о том, что такое 43-дюймовый монитор. Блин, это капец, это реально капец. Я не ожидал, честно. Могу сказать, что теперь, вот смотря на него, надо брать 37-38 дюймов, но не больше. То есть для такого стола, для таких размеров 43 дюйма, это уже как-то, да, занапно. Но все хорошо, что хорошо кончается. С вами был я, Игорь Шестидко. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Не буду говорить, где купил, потому что купил-то я его в Словакии дома, да, то есть как бы... А, ну да, это подарок себе на Рождество сделал заодно. Надо списывать корпоративные деньги, знаете, чтобы не платить лишние налоги. А фирма, занимающаяся IT, поэтому могу себе позволить в конце года посписывать все лишнее. То есть почему бы и нет, да, так я заплачу за нее налоги, а так, грубо говоря, если он стоил 600 евриков, то он мне обошелся минус 20. То есть я бы за 600 евриков заплатил бы налог 120, то есть так мне он обошелся в 480. Ну и то, как говорится, хлеб. Ну и на этом хлебе, да будет и у вас хлеб. Всем удачи, счастливо, пока, увидимся, всего хорошего. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, задавайте вопросы.